Ну, здравствуйте, мои дорогие маленькие друзья, ребята Айсбята! Меня зовут Дима Матеранский, и вы смотрите Просто Айсбеста! Вы еще не знаете, что такое Просто Айсбеста? Так это та самая высокоинтеллектуальная аналитическая передача о баскетболе, которая будет разбирать тонкости и нюансы разных игровых моментов. Итак, для начала идеальное баскетбольное преступление. Давайте посмотрим еще раз. Что в этом моменте можно взять на вооружение? Ну, если вас немножечко достает тренер, вы можете это запросто построить. Чувак, у нас тренер, но он просто очень жесткий, ну надо с ним что-то сделать. Давай ты, короче, мяч потеряешь, прям вот как будто рядом с нами, мы его будем выбрасывать, а ты потом такую руку подставишь и мяч-мяч тренеру вот сюда. Ха-ха-ха, хорошая идея, давай, чуваки, почему бы и нет? Ну не знаю, когда я маленький был, мы всегда тренера били. Здесь все очень просто. Ты не будь рассеянным лошпедом, и тебе никогда не прилетит мячом по физиономии. Так, ты думаешь, что это смешно сейчас здесь, да ты? Разберем такой важный момент, как послематчевое интервью. Его не надо бояться, не надо никого стесняться, нужно расслабиться и получить удовольствие. Примерно вот так. Нам нужен был выигрыш, чтобы уже не доводить до третьего матча. Поэтому мы выклались на все 100%. Хорошо, не нужно совсем уж расслабляться, голову лучше не выключать. Да на самом деле все нормально, все правильно сказал. Ведь правда же выклались? Я должен заметить, что когда выходишь на площадку, надо выклаживаться на все 100%. Поэтому мы выклались на все 100%. Коль, сейчас тормозни ненадолго, я выклалась пойду сейчас. Чтобы попасть в просто АСБ, то не обязательно делать какую-нибудь глупость или облажаться. Можно сделать что-нибудь крутое. Вот, например, мы очень круто съездили в Америку. И давайте посмотрим самые запоминающиеся видео из этой поездки. Нет, это как-то банально. Да я представляю, что вы сейчас в ВКонтакте начнете, опять им гавка, опять им гавка. Ладно, я знаю, чего вы хотите увидеть на самом деле. Адмир Равчанин приехал играть в ракер-парк. Вышел играть против местных. Ему досталась девушка, чтобы против нее защищаться. Конечно, Адмир, именно так и нужно защищаться в Гарлеме против местных. Примерно вот так. Ну что тут можно сказать, Адмир? Мы выклались на все 100%. Пример того, как можно попасть в нашу программу, показали парни из Хабаровска с их оригинальным видео. Воу, 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 воу. Вы, конечно, не подумайте, что мы сейчас призываем вас начать снимать Гарлем Шейк. Не надо также снимать и Гэнгэм Стайл, и всякие другие старые вещи. Мы же модная и молодежная лига, которая идет в ногу со временем. Но что в этом видео нас действительно поразило? Давайте посмотрим повнимательнее. Телевизор тоже не захотел в этом участвовать и просто ушел. И чувак, он прямо думал, что нормально, я буду сидеть на телевизоре и подпрыгивать, и ничего не будет. Отличное решение, приятель! Ну, в общем, вы поняли. Для того, чтобы попасть в просто Айсбеста, достаточно просто расфигачить телевизор в гостинице. Блин, Димон, отличный совет, а? Экстремизм еще тебя привлекут. Нет, вообще на выезде, конечно, нужно после 10 ложиться спать, больше, чем по трое в номере не собираться, и всегда вести себя прилично. Так и сделайте. Ну что, мои ребята, айсбята, в этом выпуске просто Айсбеста мы с вами научились разбираться с тренером, защищаться в гарлеме против местных, давать послематчевые интервью, а самое главное, узнали, как попасть в просто Айсбеста. Присылайте свои видео на вот этот вот адрес, и самые интересные попадут в нашу программу. Ну, на самом деле, достаточно, если вы выложите их в Инстаграм и поставите хэштег «Просто Айсбеста». Меня зовут Дима Матеранский, и смотрите НБЛайв на канале Семь ТВ каждый день. Выскакивает, ничего не могу с собой поделать. Айсбеста, просто Айсбеста. И получается просто Айсбеста. Айсбеста. Айсбеста.